Герой сегодняшнего рассказа телевизор LG SK8500 И честно говоря, дождаться от него какого-то вау-эффекта довольно сложно Он не сворачивается в трубочку, он даже не изогнутый С ним нельзя нырнуть на глубину 10 метров или вообще совершить какой-то героический поступок Но зато можно поставить в гостиной и наслаждаться кинцом с торрентов FUA. Большой выбор игровых девайсов Модель относится к семейству Super Ultra HDTV Название говорит само за себя Ultra HD это сверхвысокое разрешение Ну с TV все понятно А Super это про оснащение этого телека Ну и про общие впечатления от него тоже Диагональ 55 дюймов Также есть версия с экраном 65 дюймов Ну чтоб совсем мало не показалось Здесь используется качественная IPS панель производства самого LG Соответственно углы обзоров 178 градусов И яркость с контрастом офигенные Ощущение будто смотришь OLED телек Экран глянцевый но почти не бликует Фишка в технологиях улучшения изображения Первая из них NanoCell Какие-то хитрые наночастицы которые помогают модернизировать картинку Чтобы вы могли видеть полный спектр цветов Звучит конечно не так эффектно как работает новая броня Тони Старка из новых Мстителей Но блин результат вам понравится Второе замороченные алгоритмы управления подсветкой Например Full LED это сегментированная подсветка которая стала доступна благодаря процессору Альфа 7 который собственно сами LG и разработали Благодаря этой технологии контрастность стала выше на 30% по сравнению с другими телевизорами Это очень круто Затемняется как сам экран так и отдельные локальные его участки Вот поэтому и сегментированная подсветка Третье новый процессор обработки изображения Называется он Альфа 7 и только что я о нем и говорил Процессор вытягивает цвета и работает со всеми стандартами HDR HDR это расширенный динамический диапазон То есть светлые места высветляются Темные затемняются чтобы картинка была еще лучше А еще благодаря этому процессору частота обновления здесь 100 Гц А значит можно пошпилить Телевизор поддерживает апскейлинг Это преобразование изображения низкого качества в 4К Лучше всего работает с мультфильмами Но помните что частота кадров будет ниже чем при оригинальном файле Например у вас есть мультик Full HD 60 кадров в секунду Вставите его сюда в этот телек он будет 4К Но частота кадров будет ниже В магазине приложений есть все самое необходимое От OTT и IPTV до игр Правда с играми особо не разгонишься ТВ располагает около 600 мегабайтами встроенной памяти Из которых доступно примерно 400 Одной из ключевых особенностей этого телевизора является Очень удобный пульт LG Magic Remote Он работает как мышка на компьютере Смотрите я двигаю пультом и курсор на экране тоже двигается Плюс здесь есть голосовой поиск Который работает так Вы зажимаете микрофон, говорите что-то И он ищет вам что-то в интернете То что вам нужно Но в принципе показывать смысла нет Потому что мы 100 раз уже это показывали Если вам интересно смотрите предыдущие наши обзоры Если вам лень искать пульт Можно использовать смартфон или планшет Устанавливайте на них приложение LG TV Plus Очень просто все синхронизируете и пользуетесь Его интерфейс в сравнении с предыдущими версиями Стал более плоский и лаконичный Приложения на ТВ отображаются списком Их можно листать и запускать в одно касание Ну как с софтом самого телефона В главном меню отображаются подключенные устройства Так что сразу понятно кто пытается рулить телеком кроме вас Коротко о портах и оснащении Есть все что может понадобиться Сбоку размещены 4 HDMI, TI слот Сзади расположены выходы для спутниковой и кабельных антенн Третий порт USB, 3.5 мм для наушников Оптический цифровой аудиовыход и сетевой порт Дополняет все это беспроводка Bluetooth 4.2 и Wi-Fi со всеми примочками Типа DLNA, Miracast и Wi-Di Ну то есть можно выводить изображение с интеловского ноутбука на ТВ Полный набор тюнеров для приема цифрового, кабельного или спутникового сигнала Дополняет все это не слабый звук Система 2.2, два динамика по 10 ватт и сабвуфер на 20 Что в итоге? Еще один современный телевизор с крутой картинкой, кучей навороченных функций и большим экраном Конечно, все это стоит недешево Около двух тысяч долларов, но тут ничего не поделаешь За все хорошее нужно платить Или больше зарабатывать Пишите как вам телевизор, подписывайтесь на канал, если видео понравилось Также ставьте обязательно лайки, если оно действительно крутое И увидимся в следующих видео Субтитры сделал DimaTorzok